Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова С участием профильных специалистов было рассмотрено пять обращений, в том числе одно коллективное. Ни один прием граждан в этих стенах не проходит без жилищных вопросов. Так было и на сей раз. Жительница Сургута на прием к Алексею Веселову пришла с матерью Елизаветой Тимофеевной. Последняя имеет статус труженика тыла. Сегодня старушка нуждается в улучшении жилищных условий. Разъясняя все нюансы, глава района рекомендовал собрать необходимый пакет документов и предоставить его в жилищный отдел. Благоустройство дороги волнует жителей улицы Мира, поселка Суходол. Она недавно была отремонтирована, но есть участок, подходящий к домам, куда асфальт не дошел. Есть ли возможность решить эту проблему и в какие сроки? С этим вопросом коллективно обратились к главе района. Вопросы благоустройства. Очень много времени и внимания мы уделяем. Хорошо, что инициативные группы приходят с поселений, которые переживают по этому вопросу. Людям просто нужна ясность и понимание по их вопросу. Понятно, что все мы их не сможем решить, но хотя бы когда, что как, какая очередность. Сегодня мы это все обсудили. Не обошелся прошедший прием и без темы ЖКХ. Это один вопрос самый наболевший. Это замена выходов канализационных труб из дома в общую канализацию. Я уже ходила к Андрею Васильевичу, я 7 лет с этим вопросом хожу, а вот она не там. Но хорошо, я согласна, пусть она там плывет в подвал. Но ведь вонь лезет по всему дому, там дышать нечем. А первые этажи заливаются, там даже с унитаза все это выливается. Как пояснил Андрей Полаумов, присутствующий при обсуждении этого вопроса, при обследовании колензационных вводов выявлено, что параллельно к данным трубопроводам проходит силовой кабель, из-за чего всю работу необходимо проводить вручную. Обозначенные сроки весна 2017 года. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, но они больше, я бы их отнес к разряду мелких вопросов. Потому что на самом деле здесь просто нужно поработать с компанией, вместе с населением, и вопросы не районного уровня. Я считаю, что такие вопросы должны решаться внутри компании. Ни одно обращение в этот день не осталось без внимания и комментариев. Надежда Щипакина, Александр Семкин, Антон Иванов, телекомпания «Радуга-3». 21 ноября в Доме культуры «Нефтяник» поселка Суходол состоялось мероприятие, посвященное Дню работников налоговых органов. Данный праздник отмечается ежегодно. В этот раз присутствующие посмотрели концерт, а также приняли поздравления от представителей районной администрации. Укрепление финансовой дисциплины, повышение налоговой грамотности населения. Это то, что ежедневно входит в их обязанности. 21 ноября свой профессиональный праздник отметили работники налоговой службы. В этот день для каждого из них звучали теплые слова. Сотрудники налоговой службы Сергеевского района приняли их на концерте, который состоялся в ДК «Нефтяник». С поздравлениями к ним обратился заместитель главы Сергеевского района Сергей Заболотин. Ваш результат, который вы добились на сегодняшний день, это достаточно высокая планка, потому как межрайонный отдел Федеральной налоговой инспекции номер 17 входит в пятерку лучших по области. Это очень высокая планка. В этот день я хотел бы от себя, лично от имени главы муниципального района, Веселого Алексея Александровича, поздравить вас с профессиональным праздником, все, кто здесь присутствует, кто по объективным причинам отсутствует, ветеранам службы, пожелать вам здоровья, благополучия, удачи и новых успехов служебной деятельности на благо нашего государства. В праздничной концертной программе приняли участие многие коллективы Сергеевского района. Мероприятия, приуроченные к дню сотруднику налоговой службы, проводятся ежегодно. На этот раз организатором выступил ДК «Нефтяник». Обычно концертная программа проходит куда более официально, но на этот раз, по желанию виновников торжества, праздник прошел в теплой обстановке. Когда составлялась концертная программа, интересовались, что вообще хотят у нас увидеть сотрудники нашего Сергеевского отдела налоговых органов. Они сказали, что им хочется очень такую добрую, позитивную программу с участием детишек, танцевальных каких-то коллективов, песенных коллективов Сергеевского района. Что в этом году они не круглую дату отмечают, поэтому хотели бы что-то такое менее официальное. Дню работников налоговых органов всего 16 лет. Этот праздник был установлен 11 ноября 2000 года. Дата для проведения этого праздника была выбрана не случайно. Именно в этот осенний день, 21 ноября 1991 года, указом президента Российской Федерации была организована Государственная налоговая служба. В 1998 году она преобразуется в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам. В День налогового работника по всей стране проходят концертные программы, официальные приемы и различные мероприятия для сотрудников налоговых органов. Валентина Пликарпова, Антон Иванов, информационная служба телеканала «Радуга-3». Ситуация на дорогах нашего района, в особенности за последний месяц, несколько ухудшилась. Это связано и с количеством дорожно-транспортных происшествий, и с поведением некоторых отдельных водителей. Об этом шла речь на очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое состоялось во вторник в Сергеевске. 22 ноября в зале районной администрации состоялось очередное плановое заседание районной комиссии по безопасности дорожного движения. Ввел его заместитель главы Сергей Заболотин. На заседании присутствовали представители госавтоинспекции, специалисты Северного управления Министерства образования, а также представители дорожных служб. На повестке дня значилось несколько вопросов среди ключевых – проблема детского дорожного травматизма. С первым докладом, включавшим данную проблему, выступил начальник ОГИБДД МВД Юрий Беляев. За 10 месяцев на территории района зафиксировано 12 дорожных происшествий с участием детей и подростков, что составляет 13,6% от общего количества ДТП в районе. В результате дорожных происшествий 15 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Погибших за отчетный период нет. Ну и, соответственно, как бы я здесь не доложил, так как по итогам 10 месяцев у нас не вошло резонансное ДТП, где у нас на автодороге М5 был сбит ребенок, который впоследствии от полученного травма скончался на месте. Вина, по моему мнению, полностью ложится на родителей. Мама, как уже установлено было, находилась в нетрезвом состоянии и потащила своих детишек через федеральную трассу М5. Если же брать во внимание статистику исключительно прошедших 10 месяцев, то в целом по району наблюдается небольшое снижение количества ДТП с участием детей. Меньше стало и аварий на 11%. Зато, к сожалению, на 20% возросло число смертельных случаев на дороге. В основной массе ДТП нам дала автодорога М5 «Урал». Ну, соответственно, основные причины ДТП у нас это и в соответствии скорости конкретным условиям дорожного движения, сон за рулем, управление водителем в нетрезвом состоянии, ну и, соответственно, нарушение правил обгона. За последнее время в районе было зафиксировано несколько случаев, когда молодые водители чересчур уверенно вели себя за рулем, забывая о безопасности как собственной, так и других участников дорожного движения. Порой это заканчивалось различного рода происшествиями. Ну, в основном это контингент молодые водители. Им родители дали машины, купили машины и так далее. Вот, соответственно, еще даже опыта вождения практически никакого, не знают ответственности. Ну, соответственно, работа в данном направлении, конечно, у нас будет вестись. Сергей Заболотин обратил внимание на то, что ОГИБДД необходимо более активно вести разъяснительную работу с данной категорией водителей. После этого вернулись к ситуации на дорогах Сергеевского района. С докладами выступили представители дорожных служб, которые сообщили о подготовке к предстоящим зимним месяцам. Техника готова на 100%. Уверенность в том, что ситуация, подобная той, что сложилась в Оренбургской области в прошлом году, у нас не повторится. Также готовы и противогололедные материалы. Заготовлено противогололедных материалов 5700 тонн. Это, если сравнить с прошлым годом, это на 60% больше. В завершении выступила начальник отдела по пропаганде безопасности Сергеевского ГИБДД Жанна Саунина. Она доложила о проделанной работе за минувшие 10 месяцев, рассказала о мероприятиях, проведенных отделом среди детей. В частности, о недавнем окружном этапе конкурса юных инспекторов дорожного движения. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». С 16 по 22 ноября в дежурную часть отдела МВД России по Сергеевскому району поступило 86 сообщений и заявлений граждан о совершении различных правонарушений. В сводке из регистрированных преступлений два факта нанесения побоев, три факта кражи чужого имущества. Один факт незаконного пересечения границы. Один факт незаконного приобретения и хранения наркотических средств. Составлено 9 административных протоколов на граждан, допустивших правонарушения. В частности, три протокола за появление в общественных местах в состоянии алкогольного объединения. Пять протоколов за распитие алкогольной продукции в общественных местах. Один протокол за несоблюдение административных ограничений. За время работы совместных патрулей с 16 по 22 ноября с гражданами проведено 123 профилактических беседы, составлен один административный протокол. С 1 января по закону все жители обязаны будут заключить договор на вывоз мусора. О том, как эта работа построена в районе сейчас, нам расскажет Екатерина Фарисей Ермакова. Все подробности в нашем следующем сюжете. Чуть больше месяца осталось до нового 2017 года, а с 1 января вступает в силу закон, по которому каждый житель будет обязан оплачивать услугу централизованного вывоза твердых коммунальных отходов. Дело в том, что сейчас законодательство обязало к этому только жителей многоквартирных домов, а частный сектор, несмотря на то, что обслуживается мусоровозами не хуже многоэтажек, заключает договора, опираясь лишь на собственную совесть. Те, у кого есть гражданская ответственность, уже заключили договор с предприятием автотрансервис, а остальные либо воровские, пользуются контейнерами, либо становятся виновниками. Появление несанкционированных свалок, уродующих наши с вами леса и посадки. С Нового года ситуация изменится. Услуга переведена в коммунальную, и, соответственно, оплата ее является обязательной для населения. Теперь вы должны прийти в организацию, которая оказывает данную услугу, в нашем районе действует ООО «Автотрансервис», который занимается сбором и вывозом ТБО. Мы должны прийти в организацию, либо в поселение, потому что главпоселения имеются договора, подписать договор и будет производить начисление, будет выставляться квитанция ежемесячно. В зависимости от того, сколько людей проживает в частном домовладении, либо в квартире, в зависимости от этого будет выставляться размер оплаты. Мы уже рассказывали, что в районном центре в Сергиевске работники поселковой администрации поставили себе цель пообщаться со всеми жителями села на тему заключения договоров. Подобная практика применяется и в единственном городском поселении района в Суходоле. Там она проходит масштабнее из-за большего числа жителей. Какие меры работы с населением вы считаете, выяснили, можно назвать эффективными на практике? Как легче достучаться до населения, объяснить, что все-таки это ваши обязанности, будьте добры, уважайте. Ну, первое, это, наверное, все-таки личные встречи. Личные встречи. Даже буквально на той неделе нам пришлось мне самому брать свой телефон и смотреть список, кто не заключил договор, а у меня в справочнике есть в моем телефоне, пришлось мне обзванивать. То есть, вот такие вот беседы прям дали очень хороший результат. Если у нас там по тем предыдущим неделям было там 3-5 договоров заключали, то буквально в течение часа вот этих личных бесед дало нам результат 22 договора. Разносили мы извещения по тем адресам, по которым не заключены такие договора. Тоже дал какой-то эффект. И, конечно, были направлены письма в организации нашего поселения, где, ну, здесь руководители, кто как отнесся, кто добросовестно переговорил. Мы видим это, кто переговорил, в каких организациях есть дивики. Ну, а кто просто прочитал, а ничего не сделали. И такое есть. За осенний период 2016 года всеми поселениями была проделана работа по разъяснению жителям причин, по которым необходимо заключить договор на вывоз мусора. И, судя по цифрам, это время не прошло впустую. Многие абоненты уже готовы честно и без долгов встретить 2017 год. Люди откликнули все главы, очень хорошо провели работу. У нас был процент охвата договоров по району 68, сейчас у нас 70,3. Это хороший показатель. Было заключено дополнительно 264 договора и составляет порядка 500 человек, дополнительно охваченных этой услугой. Стоит отметить, что здесь именно благодаря слаженной работе глав поселений, сотрудников поселений добились таких результатов. Но, конечно, останавливаться на достигнутом мы не будем. Район будет целенаправленно идти к итогам, чтобы охватить полностью весь район данной услугой. Сейчас в Сергиевском районе 13 поселений уже пользуются услугой централизованного вывоза твердых коммунальных отходов. Стоит отметить, что жители небольших сел, где услуга появилась недавно, более трепетно относятся к оплате за нее. Хотя возможность заключить договор есть абсолютно у всех. И стоит эта услуга буквально копейки, чуть более 40 рублей. Вероятно, всем нам, жителям, стоит проявить большее уважение и к себе, и к руководству поселений. Чтобы специалисты администрации вместо уговоров неплатильщиков могли заниматься другими, не менее важными задачами на благо наших сел. Ведь оплачивать вывоз мусора все равно по закону придется нам всем. Екатерина Фарисия Ермакова, Руслан Зубарев. Для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Теперь немного о Дне матери. Сотрудники отделения дневного пребывания поселка Сургут поздравили матерей с предстоящим праздником. Они сказали им искренние теплые слова благодарности. Поздравить мамы и бабушек пришли воспитанники детского сада «Петушок». Их руки ласково качают колыбели и заживляют раны. Их слезы – это самое больное, что можно увидеть. Их любовь – это то, на чем держится весь мир. Мама в сердце каждого из нас занимает большое место. Она с детства является нашей силой, опорой, понимающей с полуслова и дающей советы, которые непременно помогают. В преддверии праздника по всей стране проходит мероприятие, приуроченное ко Дню матери. Не стало исключением и поселок Сургут. Сегодня, 23 ноября, в отделении дневного пребывания прозвучали поздравления для всех мам и бабушек. Поздравить их собрались многие жители поселка. Самыми младшими из них стали воспитанники детского сада «Петушок». От имени администрации и всех присутствующих поздравил глава сельского поселения Сургут Сергей Содомов. От лица администрации, от себя лично хочется вас поздравить с этим светлым, замечательным праздником. Днем матери. Наверное, только матери известно, кто бы что ни говорил, только матери известно, сколько вложено мамами своих детей. Это и сколько переживаний, ночей бессонных, радости бесконечной за счастье своих детей. Мне только хочется пожелать вам семейного благополучия, счастья, здоровья вашим детям, вам, ну и мирного неба над головой, чтобы все мы жили мирно, счастливо, ну и весело. Мероприятия ко дню матери проводятся во всех социально-реабилитационных отделениях Сергеевского района на протяжении долгого времени. Из года в год здесь звучат поздравления для мам и бабушек. Отделение дневного пребывания работает по направлению связь поколений и очень тесно взаимодействует с детскими садами и учебными заведениями. Поэтому дети на мероприятиях являются частыми гостями. Вы знаете, у нас в России много праздников, но есть вот такие вот, которые действительно как бы отдают уважение и мы имеем возможность сказать слова благодарности всем мамам в нашей стране, пожелать им здоровья, благополучия. Ну и самое главное, чтобы дети, ну не только дети, и внуки, то есть семья находилась рядом с ними. И, ну, вообще, конечно, праздники, они для чего существуют? Не только сказать слова благодарности, чтобы напомнить даже нам, детям, что у нас мама, что с ними надо почаще общаться, почаще звонить, если они далеко находятся, ну и почаще говорить им, что мы их любим. Нет ни одной страны, где не праздновали бы День матери. В 1998 году этот праздник впервые вошел и в наши дома. Решением правительства президента России этот день был признан официально и посвящен всем матерям, а также тем, кто только находится в ожидании малыша. В каждой стране уже сложились свои традиции празднования этого дня. В России, например, вот уже несколько лет проходит всероссийская социальная акция ко Дню матери «Мама, я тебя люблю». В предпраздничную неделю в рамках акции проходит ряд мероприятий, в частности, раздача промо-открыток, которые можно отправить почтой или просто подарить маме. Символом социальной акции является незабудка легендарный цветок, который, по поверьям, обладает чудесной силой возвращать память людям, забывших о своих родных и близких. Именно для того и нужен этот день, чтобы остановиться в круговороте дел, вспомнить про самого дорогого человека в жизни, позвонить, если вы далеко, и рассказать, как вы ее любите, цените ее поддержку, терпение и готовность выслушать и понять. Валентина Поликарпова, Антон Иванов, Александр Семкин. Для информационной службы телеканала «Радуга-3». Теперь переходим к спортивным событиям. В китайском Циндао прошел гран-при под дзюдо. В составе сборной России выступала и наша землячка Мария Персидская. В этот раз борьбу за победу вели спортсмены из 15 стран. Мария выступала в весовой категории до 48 килограммов. В первой схватке под напором нашей спортсменки не устояла местная дзюдоистка Янг. Полуфинал также сложился для россиянки удачно. Мария не оставила шансов еще одной китаянки – Ин. Волей судьбы в решающем поединке представительницу сборной России поджидала еще одна местная спортсменка. Ли, поддерживаемая местными болельщиками, оказала Марии самое серьезное сопротивление. Китаянка получила больше симпатии от судей и с преимуществом в одно лишь шидо обыграла нашу спортсменку. Тем не менее, серебряная награда также является великолепным результатом, доказывающим высочайшее мастерство Марии Персидской. А вот в чемпионате Сельгинского района по мини-футболу состоялись матчи первого тура. Действующий чемпион «Энергия» в стартовом поединке не испытал больших проблем, легко одолев «Олимп» со счетом 13-4. Также крупной победы добились «Буровые технологии». Коллектив Кирилла Григорьева без особых усилий переграл «Кармальский Колос». Буровики выиграли со счетом 12-0. Многолетний чемпион «Скиф» под руководством Андрея Петрова также стартовал с победы. Команда «Бронзовый призер» прошлого года переграла «Урс» 8-4. Единственный матч, в котором шла упорная борьба – это «Нефтяник-Сургут». Здесь сургутские футболисты вели долго в счете, но в итоге победу одержал «Нефтяник» 7-5. Игры «Тура 2-го» состоятся 25 ноября. В завершении выпуска передаем слово нашим областным коллегам. Новости губернии. Увидеть активистов Общероссийского народного фронта на улицах Самары можно часто. Подобные проверки даже по благоустройству отдельных дворов проходят постоянно. В этом случае речь идет о безопасности жизни детей. После такой проверки почти у каждого двора есть собственный паспорт. Под общественный контроль часто попадают и дороги. Больная тема для многих городов страны. В Самаре к этой проблеме подошли основательно. Подрядчиков постоянно проверяют. Если ремонт проезжей части сделан некачественно, работы не оплачивают. ОНФ был создан в 2012 году, чтобы контролировать исполнение указов президента. Сейчас обязанностей и полномочий гораздо больше. ОНФ проводит работу, связанную с качеством дорог, что чрезвычайно важно. Но важно не только содержание этой самой работы, что само по себе, естественно, людей беспокоит всегда. Это и строительство, и ремонт, но и стоимость проводимых этих мероприятий очень важна. И здесь тоже проделана с вашей стороны серьезная работа по этому направлению. Президент России в рамках итогового форума действий в Москве отметил, общественники играют огромную роль. Результаты внушительные, но тем не менее еще есть над чем работать. Среди главных задач – борьба с коррупцией, подготовка к мировому первенству и экология. Необходимо совершенствовать законы и нормативную базу, чтобы деятельность госслужащих была максимально прозрачной. Реальный контроль через общественные советы, через общественников, через активистов дает возможность не только контролировать закупки, но и реальную реализацию конкретного контракта и приемку работ. То есть что же сделано, как сделано. Задача теперь – это все обратить в нормальную нормативную базу и поделиться опытом, и реализовывать ее, прежде всего, конечно, у нас. У нас на руках появилась вот такая замечательная территория итогов ОНФ. И что самое приятное, то, что в этой книге находятся действительно те инициативы, которые были предложены и, самое главное, реализованы нашим региональным Самарской области отделением ОНФ. Мне хочется сказать, что наши федеральные коллеги крайне поддержали нашу инициативу по поводу прозрачности общественных слушаний. И здесь мы, конечно, пока идем впереди. Только в Самарской области по итогам 2016-го, благодаря проекту «Честные закупки», от неэффективной растраты удалось спасти более 2 миллиардов рублей. Опыт 63-го региона, как подчеркнули эксперты, может пригодиться и в других субъектах страны, особенно если речь идет об экономии бюджетных средств. В результате вашей работы скорректированы были различные программы и финансовые расходы государства разных уровней на 227 миллиардов рублей. Это очень серьезная цифра даже для бюджета всей страны. Поэтому ваша работа отражается уже даже в таких конкретных крупных суммах серьезных. Обсудили строительство детских садов и школ, проблемы доступной среды для инвалидов. Подробно говорили об аграрном секторе и промышленности. Именно для этих отраслей санкции стали дополнительным импульсом для развития. В заключении президент отметил, он готов поддержать любые идеи. Главное, чтобы качество жизни населения стало выше. Виталий Портнов, Новости губерний, Москва. Принято единогласно, но интрига сохраняется. Имя нового руководителя Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» станет известно в конце следующего месяца. Отчетно-выборная конференция состоится 26 декабря. Дату утвердили сегодня на заседании регионального политического совета. Также решено сократить состав политсовета до 65 человек и президиума до 17. Мы предлагаем провести эту конференцию 26 декабря, тем, чтобы уже в Новый год войти с новым составом руководства регионального отделения и, соответственно, готовиться к проведению очередного съезда партии «Единая Россия» в Москве. На заседании рассматривали вопрос ротации. Пять городских депутатов в сентябре были избраны в Губернскую думу. На их места сегодня утвердили новых кандидатов. Отдельная тема – парад памяти 7 ноября. Участие в нем приняли более 35 тысяч человек. С трибун за шествием наблюдали представители иностранных посольств. Тех, кто был задействован в подготовке и проведении знаков для регионного мероприятия, наградили благодарственными письмами губернатора области. На этом наш выпуск подошел к концу. Далее прогноз погоды на завтра. Информационная служба продолжает следить за развитием событий. В студии был Дмитрий Сурков. До свидания. В четверг 24 ноября в Сергиевском районе ожидается ясная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха минус 11 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Специальное предложение для владельцев автомобилей «Лада». Зимняя диагностика автомобиля за 299 рублей. Замена масла и фильтра от 1100 рублей. И запасные части с выгодой 20%. «Лада». Переключись на зиму. ОО «Урал. Лада». Село Красный Яр. Улица Степная. Дом 4. Телефоны 8 846 572 07 17 и 8 927 905 4807. КОНЕЦ ПОЛЬСА ОТОМКИНОЕ ТЕЛЕГИКТОМИТОРА ВИДЕО. ТЕЛЕГИКТОРА ВИДЕО. ТЕЛЕГИКТОРА ВИДЕО. КОНЕЦ ПОЛЬСА.